Добрый день, уважаемые коллеги! Столица России полдень, а значит мы начинаем наш новый вебинар. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, как обычно. Если видите и слышите меня хорошо. Хорошо. Прекрасно. Ну что ж, дайте мне сказать свои обычные слова для тех, кто первый раз на нашем вебинаре. Итак, в самом начале чата располагаются две важные ссылки. Первая из них ведет на наше расписание вебинаров, в котором можно записаться, зарегистрироваться на все вебинары всего предстоящего учебного года, вплоть до июня месяца 2018 года, а также посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. Ну и вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube, на котором хранятся все наши записи, в том числе и этот вебинар будет записываться уже и будет выложен на этот видеоканал. Сегодня у нас необычный вебинар. Сегодня мы пригласили Максима Скрябина, который проведет вебинар «Анатомия визуализации. Как выбрать лучший метод для вашей задачи». Как я уже говорил на анонсах в предыдущем вебинаре, у нас много достаточно вебинаров про визуализацию, но этот вебинар будет необычный, потому что он будет посвящен не столько инструментарию, сколько всяким аналитическим вещам, да, и будет вам советовать, как я надеюсь, «Как под ваши данные подобрать лучший способ визуализации». Максим работает в настоящее время в компании Stepik. Это замечательная компания. У нас планируется эта платформа для учебных курсов, новая платформа с новыми возможностями. У нас планируется три вебинара от компании Stepik чуть попозже. Ну, а сегодня Максим расскажет о визуализации, про Stepik, если и будет, то совсем чуть-чуть. Но имейте в виду, что такие вебинары у нас тоже будут, ищите их в нашем расписании. Что ж, я не буду долго отвлекать ваше мнение. Передаю слово Максиму, да, и прошу его определиться, будет ли он свои презентации давать в открытый доступ или нет. Если да, я попрошу его расшарить. Да, вижу, что он это сделал. Соответственно, можно, как всегда, из окошка ресурса скачать презентацию, если вам это интересно. Я передаю слово Максиму. Максим. Слышно меня? Хорошо. Всем добрый день. Меня зовут Максим Скрябин. Как уже Павел сказал, я работаю в компании Stepik. Мы являемся платформой открытых курсов. У меня там довольно необычная для обладательной платформы должность. Я там занимаюсь анализом данных. И по своим убеждениям, я считаю, что людям, которые занимаются анализом данных, либо интересуются вот этим аналитической частью, им действительно нужно знать не только лишь какие-то математические методы и модели, но и также то, как визуализировать данные, как визуализировать информацию и так далее. Я не буду вебинар делать как лекцию, я буду периодически задать вам вопросы. И первый вопрос вообще, для чего мы используем визуализацию информации. Пожалуйста, напишите свой ответ в чате. Есть какие-то идеи, предложения, чтение лекции, чтобы улучшить понимание? Для наглядности и понятности, для достижения эффективности коммуникации, научной коммуникации, деловой, для понятности. Представление процессов. У меня такой вопрос, для тех, кто написал там для понимания информации, наглядности и понятности, можете уточнить, что именно, какая ключевая роль визуализации информации, чтобы это обеспечить? Привлечение внимания, хорошо. Улучшить восприятие. Сразу представить смысл, вот отлично. Быстрое эмоциональное восприятие, ясность мысли. Наш мозг легче воспринимает графику, чем текст. Светлана, а почему? Запомнить, помочь, запомнить, вызвать ассоциацию, улучшение восприятия материала. Для перевода информации в образы. Сформулирует свое понятие. Мы видим, что у нас ответы, мы говорим про то, чтобы создать какой-то образ, создать какие-то связи, ассоциации, улучшить восприятие. Ну, лучше понять информацию, все-таки нужно понять, как мы это делаем, скомпактировать информацию. Да, хорошо, спасибо. И здесь мне кажется, что ключевое, ну, это вот такая классическая картинка про два полушария мозга. Она, конечно, больше метафорическая, потому что нету никакой, ну, точнее, есть два полушария, но функции распределены между обоими полушариями. Но обычно, когда вспоминают про левый полушарных и правый полушарных, говорят, что там левый полушарный – это аналитическое, символическое, а правый полушарий – это образное, холистическое. Мне кажется, что здесь очень такое ключевое в этом случае является то, что мы, когда воспринимаем визуализацию, да, мы пытаемся схватить какой-то образ и посмотреть все очень целостно, да, что именно с такого другого ракурса, который дает нам больше целостности. Следующий вопрос. Когда вы начинаете создавать визуализацию, как вы выбираете метод для нее? Так, он и культуры. Не знаю, как это само. Интуитивно. Да, Людмила Сергея, наверное, одна из причин, почему я решил провести этот вебинар, да, как раз, чтобы немножко дать вот этой вот ясности, вот, как мы интуитивно это делаем. Зависит от данных. Сергей, это действительно так, но не только от данных. Инфографика, майндмэп, картинка всплывает в подсознании, по своей ассоциации с информацией, зависит от цели. Использую визуализацию, когда под рукой есть хороший инструмент визуализации. Да, зависит также и от цели. Но, помимо этого, мне кажется, что под словами интуитивно, как-то само собой, еще накладывается то, что зависит также от нашего предыдущего опыта. Какие визуализации мы уже видели, какие мы уже пробовали сделать, и какие, ну, в том числе нам понравились, показались уместными, либо нет. Рисуем то, как воспринимаем описание. Ориентируюсь на аудиторию, для которой готовлю материал. А целевую аудиторию еще, наверное. И это тоже. Я сразу скажу два момента. Первый, относительно целевой аудитории, ну, я не буду касаться этого вопроса довольно плотно. Совсем чуть-чуть это будет в конце. А второе, относительно инфографики, это тоже немножко про другое. Потому что я буду больше рассказывать именно про визуализацию данных, ну, визуализацию информации, но именно больше с упором на данных. Потому что инфографика, это уже, мы будем говорить уже тогда про образы, про эмоции, как это связано с друг с другом. И дальше это уже переходит уже в визуальную коммуникацию. Итак, я вижу, что уже потихоньку заканчиваются ответы в чате. И просто повторю, да, что у нас такой один из ответов, это что интуитивно, как-то само собой, зависит от данной, зависит от цели и зависит от целевой аудитории. Что именно под методами? Ну, допустим, тип визуализации. В данном случае вот это вот приведена на следующем слайде, круговая диаграмма. И мне действительно, он, скажем так, нравится, слайд в том смысле, точнее, этот пример, тем смысле, сколько много ошибок в нем допущено. Что если действительно там отвечать на какой-то вопрос, то вы потратите очень много времени для того, чтобы ответить на вопрос. Да, уже вижу ответы в чате. Перегружено неинформативно. Сергей, а можете уточнить, в чем именно перегружено? Много всего. Слишком много данных. Да, не хватает фокуса. Мелкий шрифт. Предметы не объединены в группы. Нет названия, источника много и мелко. Сложно соценить соотношение, много категорий. Информация не структурирована, можно сравнивать. Сложно сравнивать, простите. Юлия, быстро меняются разве слайды? Слишком яркая, много разных оттенков. Сложно по оттенкам соотнести. Татьяна, действительно, дело в том, чтобы найти нужную категорию на диаграмме, тут еще нужно сравнивать различные цвета между собой. Это действительно очень тяжело. Нет связи между надами, много цвета. Спасибо за уточнение. Ну, это может быть не обязательно в слайде, это может быть в отчете, но все равно от этого ценность такой визуализации не очень высокая. Перегруз, нет темы. Ну, то, что здесь нет темы и какой-то подписи, здесь это, наверное, просто потому, что это картинка, вырванная из контекста. В данном случае, насколько я понимаю, это доли продаж, либо что-то вот такое похожее. Ну, вы верно заметили, что, во-первых, здесь действительно очень много категорий, очень много информации. У нас появляется какая-то информационная перегрузка. Потом то, что мне очень сильно понравилось в ответах, это то, что сложно сопоставить цвета и категории, потому что это требует очень сильных усилий. Ну, а то, что тут появляется трехмерная диаграмма, вас не смущает никого? Сергей, да, бывают магазины, в которых продают все. Игрокулесы, спаги женские. Дело в том, что здесь трехмерность, она вообще лишняя, в том смысле, что она не несет никакой дополнительной информации. Она здесь играет роль когнитивного шума. И смотрите, какой здесь появляется эффект, что те секторы, которые ближе к нам находятся, они визуально воспринимаются больше, чем те, которые дальше. Например, вот бежевый, который здесь есть, так, тут можно рисовать. Вот бежевый вот этот, и вот этот розовый, они, нет, они не совсем похожи, но вот этот бежевый все равно очень сильно воспринимается больше. Да, объемные диаграммы здесь не нужны, потому что для объемных диаграмм это просто дополнительный шум, который не влияет вообще никак на данные, ни на цели. Хорошо, спасибо. И давайте просто немножко сейчас остановимся на процессах, точнее, вообще, к чему мы идем, что вообще процесс визуализации, он ничем не отличается от любого другого аналитического процесса, ну, почти ничем. Что будь это будет, допустим, какой-нибудь сложный анализ данных с машинным обучением, либо что-то еще, либо какой-то больше простой с написанием отчета. Но основные этапы здесь следующие, да, что первое, мы сначала определяем цель, для чего мы это делаем, потом мы собираем данные, следующим этапом мы их подготавливаем, после этого мы создаем визуализацию, ну, и в конце мы оцениваем визуализацию, и будут различные способы, и, возможно, еще следующий после этого будет этап, допустим, этап распространения, но это уже просто зависит от того, как эта визуализация будет в дальнейшем использовать. Просто для сравнения, если у нас, допустим, есть задачи, связанные с анализом данных, у нас мы сначала тоже определяем цели задачи анализа, собираем данные, подготавливаем данные, проводим анализ данных и оцениваем результаты анализа данных. И в целом здесь подход общий, разница, ну, основная разница, она, конечно, здесь то, что мы получаем здесь вот на выходе, когда мы создаем визуализацию, что у нас результат здесь в визуализации. Ну, и понятно, что еще зависит от того, какие цели у нас есть. И как раз следующий мой вопрос к вам, это про цели. Как вы вообще выбираете цели? Для чего нужна визуализация? Да. Ну, это про федеральный стандарт, это цели для образования, для визуализации. Запомнить. Юлия, конечно, это все связано, но хотела бы немножко сейчас разделить, потому что иначе мы уйдем сейчас в федеральный стандарт и будем пытаться его визуализировать. Чтобы усвоили, поняли, применяли. Донести определенный смысл. Сделать акцент. Сделать выводы. Для иллюстрации законов соотношений. Цель достижения наглядности и анализа. Добиться результатов, эффективности поставленных целей в образовании для конкретной аудитории и личности. Юлия, а можете привести пример, как визуализация помогает добиваться результатов и эффективности поставленных целей? Цель выбирается или определяется? Интересный вопрос. Ну, я думаю, что тип цели, и я потом в следующем слайде отвечу на этот вопрос, что тип цели, наверное, все-таки выбирается, а конкретный результат уже более четкий, он уже тогда определяется непосредственно разработчикам, создателям, заказчикам. Тут уже зависит от того, как настроен сам процесс. Произвести впечатление. Ага. Елена, а почему впечатление? Юлия, спасибо. Я понимаю, про что вы написали, про связь разных модальностей для изучения профессионального английского языка. Но это уже сложный подход, это уже больше на другом уровне это все делается. ученик должен почувствовать свои возможности. А как визуализация помогает это сделать? Сделать наглядным. Ну, практически вся визуализация направлена на то, чтобы сделать что-то наглядным. Мы об этом уже сказали, что мы используем визуализацию, когда нам нужно именно создать какую-то целостность, какой-то взгляд общий со стороны. организовать визуализацию учащимся на основе нашей информации. Это уже похоже на какие-то элементы проектного обучения, правильно я понимаю? Отобразить картинку в подсознании. Ну, для подсознания еще пока, наверное, далековато, но, да, наверное, что-то у нас просто отложится и туда тоже. Восприятие – это первичный феномен изучения, чувственный опыт, одновременно представление вывода. Чтобы слушатели проснулись. Шутка. Ну, не всегда это шутка, да, действительно. Иногда создание образа, он помогает нам как-то привлечь внимание. В связи с жизнью. Я сейчас поделюсь с вами подходом, который я прочитал в книжке, в книге Керка. Она называется, вот внизу есть приведена ссылка, и у вас она будет, презентация-то тоже есть. И, на мой взгляд, из тех книг по визуализации, которые я читал, это лучше. Она действительно очень сильно мне помогла и понять сам процесс визуализации, и с методами визуализации, и как оценивать визуализацию. То есть, это вот такая вот, ну, мне кажется, что она первая книга. Единственное, что ее недостаток в том, что она на английском. И, насколько я знаю, у Керка есть свой личный сайт, тоже можете потом его найти в интернете и посмотреть. Да, для того, чтобы, ну, и он там выкладывает различные примеры работ, ну, и прочее. Вот. И в своей книге он выделяет пять типов когнитивных задач. У меня здесь такой не очень четкий перевод, я сразу скажу, что у него там на английском немножко по-другому. Но основные типы, типов задач пять. И что мне нравится, что он потом методы визуализации, он классифицирует на основании вот этих вот когнитивных задач, которые используются. Первая когнитивная задача связана со сравнением значений, когда у нас есть несколько категорий, есть значения в них. И вот вы говорили там про круговую диаграмму, которая была приведена до этого, да, что там сложно сравнивать значения. Вот как раз, когда у нас задача стоит таким образом, то есть это вот как раз один из типов цели. Но круговая диаграмма, вообще говоря, она не относится к этому типу. Она именно больше относится к типу, когда мы должны установить отношение часть-целое. То есть у нас есть некоторое что-то общее, и мы смотрим на какую-то часть из этого. Это второй тип когнитивной задачи. Третий тип связан с изменением значений во времени. Но это как для примера метода, это различные графики. Но про методы будет чуть-чуть попозже. И вот как раз вот про изменение значений во времени сейчас появляются за счет различного развития технологий, различных мультимедийных средств. Появляется просто новый вид визуализации. Допустим, изменения во времени показываются с помощью динамики. Про это тоже чуть-чуть совсем упомяну потом. Четвертый – это связано с тем, чтобы установить взаимосвязь между переменными. Но если, допустим, в случае второго, там была иерархия, когда у нас есть что-то общее, и мы берем какую-то подчасть от этой общности, то здесь, в случае взаимосвязи, у нас все это, условно говоря, на одном уровне. Хотя не обязательно. Типы отношений могут тоже быть различными, и они тоже могут быть по-разному иллюстрированы. Ну и последнее, и это на самом деле больше уже идет в сторону, ну, начинается с визуализации информации, а потом это уже идет в инфографику, это создание целостного образа. И следующее. Ну, я уже немножко ответил на методы визуализации, про методы визуализации, как я их понимаю. Я уже говорил, что примером являлась круговая диаграмма. Какие вы знаете еще способы, там, или методы визуализации? Потому что мы сейчас будем связывать эти методы визуализации и цели, которые мы обозначили. Я сразу скажу, что методов визуализации очень много. И есть специальные исследования, которые как раз направлены на то, чтобы разрабатывать новые методы визуализации. Схемы в части визуализации процессов, рисунки, графики, видеоролики. А давайте вспомним те методы, которые ближе к данным. Схемы, динамика, графики, облако тегов, таблицы. Людмила, таблицы тоже относятся к методам визуализации? Гистограммы, столбчатая диаграмма. Таблицы спорные диаграммы. Вот, уже пошли. Таблицы спорно. Иногда просто таблицы их совмещают с цветами. Что у нас, когда значение в ячейке соответствует какой-то цвет, и это очень близко к одному из методов визуализации. Теревья, структурные диаграммы, ментальные карты. Ну да, куда же без карт ментальных. Графики, диаграммы. Да, майн-карты. Опять появились ментальные карты, интеллект-карты. Инфографика. Инфографика – это все же, наверное, не метод, а целое направление. И там тоже есть свое деление по типу, по типам знаний, которые используются. И, наверное, даже, хотя я не видел такого деления, но, может быть, даже по вызываемым эмоциям. 3D-методы. Да, 3D-методы могут относиться в зависимости от того, насколько они больше связаны с данными, либо с выражением. Вот рисунки, наверное, нет, потому что здесь уже сильно, наверное, именно авторское что-то появляется. Авторство, конечно, появляется и в случае визуализации данных, визуализации информации. Я сейчас их как синонимы использую, но сейчас не буду разграничивать. Лепестковые диаграммы, сетевые графы. Итак, у нас уже появились графики, облако тегов, гистограммы, столбчатые диаграммы. Деревья, структурные диаграммы, ну, ментальные карты тоже, как, наверное, часть структурных диаграмм. Лепестковые диаграммы, сетевые графы. Динамические модели. Здесь нужно просто смотреть, что именно вы имеете в виду. И насчет фреймов тоже, да, что я не совсем уверен, что это к визуализации относится, хотя они, конечно, встречаются. Да, облако ключевых понятий, облако слов уже было. Диаграмма Ганте. Сергей, здесь вы говорите про модель идеального газа, это все-таки модель. Понятно, что на основе этой модели можно строить какие-то там визуализации, но это уже просто следствие. И тут уже вы будете использовать какие-то свои методы для визуализации. Ну, давайте сейчас мы ознакомимся с некоторыми из них. Ну, некоторые вы уже назвали. Но здесь я сейчас разобью эти методы по как раз нашим целям, для которых они служат. Первое – это сравнение значений. Внизу я подписал просто тип метода визуализации. Что, ну, самый простой метод, точнее, не самый простой, но один из самых простых является столбчатая диаграмма. Когда у нас есть категория и значения для нее. И я сейчас сразу скажу, что здесь нету заголовков, нету иногда подписей, да, потому что чтобы больше сконцентрироваться на самом методе. Следующий приведен пример демографической пирамиды. Для мужчин и женщин, да, здесь уже помимо того, что у нас есть категория и значения, здесь еще дополнительно у нас есть какая-то переменная, которая принимает только два значения. В данном случае это пол, мужской и женский, но не обязательно, что это пол. Хотя чаще такие диаграммы как раз всплываются в демографии. Внизу слева приведен пример гистограммы. Тут может показаться, что гистограмма и столбчатая диаграмма это одно и то же, да, потому что и там, и там, ну, единственное, что там горизонтальная, а здесь вертикальная. Но отличие основное для гистограммы в том, что у нее ширина столбца тоже может быть разной. Хотя такое на практике очень редко используют для того, чтобы проще было сравнивать значения. Потому что в случае столбчатой диаграммы там критично то, что у нас есть категория, в данном случае там приведены названия стран. И последнее, ну, здесь она названа диаграммой Ганта, хотя обычная диаграмма Ганта представляется как диаграмма процесса, но это уже просто применение как бы такого общего типа для конкретной предметной области. Простите, не процесса, а графика работы. Но в общем случае, да, что отличие, допустим, диаграммы Ганта от столбчатой диаграммы в том, что у нас есть два значения, да, допустим, там, минимальное значение и максимальное значение, либо там время начала, либо время конца. Сразу скажу, что названия диаграмм, они не всегда устоявшиеся, да, потому что это и от перевода зависит, и от употребления зависит, да, и даже там, ну, от локализации. Поэтому если вы увидите какие-то другие названия для этих диаграмм, то не смущайтесь, да, это вполне себе возможно. И следующий тип, он тоже относится к сравнению значений. Здесь, ну, уже просто, наверное, выделены те, которые не очень похожи на столбчатую диаграмму, хотя они тоже, как бы, эти типы служат для того, чтобы сравнивать различные значения между собой. Что, ну, первое – это табличный график. Когда у нас, допустим, есть значения за предыдущий временной период, за следующий, мы смотрим, как изменили значения. И не знаю, насколько видно, думаю, это не очень видно, потому что линии здесь все-таки мелкие, да, здесь в зависимости от того, было повышение либо понижение цвета линий этих разных, которые связывают вот эти одинаковые категории. Дальше идет диаграмма потока, либо диаграмма сценки. Очень хорошо иллюстрируют, допустим, какие-то финансовые потоки, да, например, мы получаем зарплату, мы платим с нее, там, столько налогов, там, ну и так далее. Вот, и потом, допустим, мы платим, там, как бы, за какие-то наши траты. Потом, следующий пример – это роза ветров. И тут уже до этого упоминали лепестковую диаграмму, они в чем-то похожи. Но просто роза ветров, она более техничная, здесь приведен, там, профиль специалиста, да, какой он балл набрал при оценке по различным категориям. Сети, секунду. Ну и последний тип – это то, что уже тоже упоминалось, это облако слов. Когда размер слова соответствует, ну, чем больше размер, да, по высоте, тем чаще встречается данное слово в тексте. Ну, например, либо эта категория более значимая, но обычно все-таки, когда категория, там, из нескольких слов, это не очень хороший способ, да, когда вот категория из одних слов, тоже можно показать значимость категории, ну, в каком-то смысле. Опять же, повторю, что это не единственные возможные варианты, да, и есть еще там довольно, ну, по крайней мере, еще пять типов методов знаю для сравнения значений. Следующий пример – это для того, чтобы показать, ну, когда наша цель – это отобразить иерархию, либо отношение часть целая. Ну, на этом слайде здесь приведены для отношения часть целая. Здесь как раз у нас появляется круговая диаграмма, потому что у нас есть 100% это целая, да, и мы отображаем часть для нее. И рядом приведена кольцевая диаграмма. С точки зрения визуализации они практически ничем не отличаются, да, потому что для них, на самом деле, нужны одинаковые типы данных. И основное здесь отличие, может быть, некоторое удобство, когда мы заполняем вот здесь вот внутри каким-то текстом, да, который соответствует какой-то категории. И, допустим, такие кольцевые диаграммы могут использоваться для того, чтобы, там, когда у нас там несколько таких категорий, и мы смотрим, там, различные, как бы, ну, такие кольца. Но в целом ничего не мешает здесь вот для круговой диаграммы этот текст разместить выше как заголовок. И внизу приведена столбчатая диаграмма с накоплением. Здесь просто есть еще несколько категорий. Очень часто используются такие случаи для, допустим, опросов, да, когда у нас есть, ну, допустим, нет, может быть, да. Что тогда в этом случае тоже можно на различные опросы, да, то есть с помощью такой диаграммы, да, отобразить ответы участников. И теперь немного про иерархию. Один из примеров иерархии является, допустим, дерево для предметных областей, когда у нас есть какая-то родовая категория, и мы, как бы, берем, как бы, ну, категории дети. Допустим, в данном случае приведен пример для рубрикатора, для, там, сайта Nature.com. Другой пример для визуализации, тоже для такой вот иерархической структуры, является плоское дерево. Здесь основное является следующее, что мы рисуем такие уровни не, ну, не по уровням, а как положенность, да, что у нас есть вот внешний уровень. У нас есть внешний уровень, потом есть вот следующий, внутренний. Ну, и дальше там уже, не буду дорисовывать, уже появляется там внутри следующий уровень. И такие визуализации, они тоже помогают восстановить нам иерархию, да, что есть что-то такое общее, и потом оно делится там по частям. Ну, еще пример для соотношения части целого. Это, так называемая, вафельная диаграмма, когда мы не обозначаем именно точно, как, допустим, сектор, который у нас был, а, как бы, разбиваем наши 100% на какие-то подгруппы, да, и получается, так называемая, вот эта вот вафелька. И потом уже для каждой категории мы уже закрашиваем, соответственно, нужное число квадратов по категории. И здесь вот как раз вот пример вафельной диаграммы, он очень интересен тем, что не всегда у нас именно, ну, в качестве вот этих объектов, в качестве закраски являются квадраты, да, потому что, допустим, если вам нужно отобразить там какие-то характеристики людей, да, какой-то там группы людей, то вместо квадратов вы можете нарисовать человечков и также их просто рядышком поставить. И у вас тоже, у вас помимо вот этой вот аналитической части, которая строится, визуализация информации, у вас еще появляется еще такая вот какая-то эмоциональная составляющая, что у вас сразу же будет понятно, что речь идет про людей. Следующая группа критериев, она связана с, ой, простите, группа методов связана с изменением во времени. И это различные графики, в первую очередь, да, которые, допустим, здесь, ну, тут график про олимпийские игры, да, про успехи на олимпийских играх, который приведен, ну, это может быть произвольный график. Но, как я уже сказал, что сейчас помимо графиков может быть использованы также более сложные методы с помощью, там, мультимедиа, да, с помощью анимации. И современные методы визуализации, особенно исследования в этой области, они как раз направлены на то, как использовать вот эти вот перемещения, движения, для того, чтобы отобразить ту или иную информацию. Дальше, следующий здесь пример – это график площади с накоплением, да, что здесь не только мы говорим про то, как у нас относятся части между собой, но и показываем про то, как они меняются со временем. Ну, и последний довольно любопытный пример – это диаграмма штрих-код, на которой вертикальными вот как вот эти вот линии штрих-кода, да, размещены какие-то события. Ну, и здесь еще треугольниками, и треугольниками, там, с кружочком, какие-то еще другие группы событий, менее значимые, ой, простите, более значимые отображены. Ну, примером, допустим, может быть, что, ну, если говорить про обрывательные примеры, да, что с помощью такой диаграммы можно так и посещаемость отображать, ну, точнее, наверное, даже лучше пропуски, да, что сразу же пропуск бы сразу же отобразился в такой вот виде диаграммы, ну, и какие-то другие события, которые есть, они могут отображаться дополнительными маркерами. Четвертый тип нашей цели – это для взаимосвязи и отношений. Ну, классическим примером, если, допустим, для сравнения категории была столбчатая диаграмма, то для связи и взаимоотношений здесь таким примером является диаграмма рассеивания, то, что по-английски называется scatter plot. Когда мы значение одной перемены и второй перемены, мы обозначаем на соответствующих осях. Если переменных больше, обычно в этом случае делают просто, ну, таких диаграмм несколько в виде такой матрицы, да, что у вас есть там, ну, первая, первая, вторая, первая, третья, простите, первая, 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 вторая, первая, третья. Ну, и вместо первой, первой там еще заменяют. Но это уже относится к таким составным типам визуализации, когда мы уже используем какие-то более простые типы для того, чтобы комбинировать их и составлять более сложные. Другим примером визуализации данного типа для данных целей является пузырьковая диаграмма. Здесь важно еще не только координата по каждой из осей по вертикально и горизонтально, но и того, какого размера имеет в данном случае у нашего, как бы, пузырька. И, то есть, таким образом можно уже, как бы, вот за счет этого размера пузырька можно, условно говоря, отображать такие трехмерные какие-то данные. Еще один пример для отображения взаимосвязи отношений являются параллельные координаты. Если честно, ну, когда я спрашиваю других людей про этот метод визуализации, часто он незнаком. Скажите, напишите в чате, поставьте плюсик, кто уже знал про этот метод визуализации. Хорошо. В данном случае у нас приведен пример относительно статистики ЮНЕСКО по странам. И здесь просто выделены несколько стран такими вот более яркими линиями, да, и менее яркими другие страны, тоже в зависимости от категории какой-то. И в качестве каждой оси, да, каждое значение здесь у нас являются вот эти глобальные характеристики, да, что проценты популяции, процент населения в возрасте от 0 до 14 лет, потом в возрасте от 15 до 64 и старше, да, то есть вот три такие характеристики, и за счет этого можно уже, как бы, вот эту демографию описать для каждой страны. Ну и дальше это связывает еще с продолжительностью жизни, и в общем случае, да, здесь можно таким образом сравнивать сразу же какие-то объекты по, как бы, сразу же нескольким критериям, да, в данном случае 5. На мой взгляд, такие визуализации, они не очень удобны, когда у нас они вот в печатном виде в журнале, да, потому что таких линий очень много, и очень сложно разобрать. Но если вы можете выделить какие-то уникальные объекты, в данном случае видите несколько стран, то сравнивать гораздо проще. Причем это сравнение будет еще на фоне общей совокупности других объектов. И последние примеры, которые связаны с взаимосвязями, это связаны с какими-то сетями обычно. Да, здесь нету майндмэпа, хотя как раз сетевая диаграмма очень похожа, да, просто я считаю, что майндмэп это просто один из видов сетевой диаграммы, потому что это не всегда там дерево, хотя это часто делают, как такое радиальное дерево, когда у нас есть центр, да, из которого расходятся ветки, но иногда эти ветки в конце, они тоже могут смыкаться, хотя это не очень хорошо. Но в общем случае это все относится к таким сетевым диаграммам. Здесь на примере справа приведено пример какой-то социальной сети, да, и как люди дружат друг с другом. Ну и вообще в случае, когда там люди занимаются там анализом социального взаимодействия, да, такие примеры визуализации очень часто используют. А на примере слева приведена диаграмма HORD. Она как раз связывает то, как часто... Да, но это всего лишь пример. Как часто люди покупают товары в супермаркете одновременно. И от этого выделяются, ну, с одной стороны выделяются категории, которые вот здесь вот по группам товаров, а с другой стороны еще выделяются какие-то яркие связи между там товарами из разных категорий. А, в НТВ была по законодательству. Угу, хорошо. Ну, она называется диаграмма HORD, да, потому что сами объекты у нас расположены по окружности, да, и связи между ними – это вот какие-то HORD. Она, конечно, не в классическом понимании HORD. Тут скорее дуги какие-то внутренние, да, потому что HORD – это отрезок. Но здесь это уже просто для того, чтобы ее было легче понимать. Ну, и последний тип – это связанный с созданием образа. Здесь тоже... Ну, приведено несколько примеров, и обычно это связано с какими-то картами, либо с понятием карты в таком вот общем смысле. И понятно, что когда у нас не только информация, но еще и знания, еще мы добавляем эмоции, да, уже образы становятся более такими яркими, там, эмоциональными. Вот. В данном случае мы все-таки пока еще находимся на таком вот уровне, который непосредственно связан с использованием данными. И примеры здесь... Ну, первый пример – это мозаичная карта. Здесь показан уровень грамотности населения старше 15 лет. И сразу же, да, здесь, что мне очень понравилось в этой карте, она, кстати, из Википедии, как раз про уровень грамотности, то, что здесь более темные зоны соответствуют тем областям, где грамотность ниже. И тогда мы просто на них больше обращаем, в данном случае мы больше обращаем внимание и видим, в каких регионах у нас грамотность у нас ниже становится. Это, допустим, вот здесь, вот и здесь. Следующий пример связан с численностью населения. Это так называемые искаженные уже карты. Что в данном случае мы искажаем наш глобус, нашу карту, да, согласно, ну, для того, чтобы площадь страны соответствовала какой-то, ну, количественной характеристике. Да, и видно, что здесь площадь Китая и площадь Индии, они зашкаливают, ну, а площадь России тут практически и не видно сверху. Да, потому что численность населения разная в разных странах. Следующий пример – это уже пример картограммы. Один из примеров картограммы – это картограмма Дорлинга. Он посвящен выбросу СО2, да, диоксид, выбросу углекислого газа в разных странах. Ну, опять же, здесь вот валидирует Китай. Здесь, как бы, почему она называется картограмма, да, что здесь нет уже явно привязки к географической карте, но у нас есть все-таки какие-то характеристики, ну, что Китай у нас был здесь, и вот здесь он тоже вот где-то здесь, да. А вот это у нас соответствует, кружок соответствует США. Но вот насчет таких уже более, ну, нетиповых решений для визуализации, их просто нужно уметь знать и уметь читать. И мне кажется, что здесь уже мы можем говорить про то, что сейчас называется, там, новой грамотностью, да, там, влияние технологии на грамотность, там, ну, и так далее. И один из компонентов этой грамотности – это вот как раз вот визуальная грамотность, да, что у нас появляются новые форматы, новые методы визуализации, и к ним нужно просто… Ну, их нужно использовать всегда очень с осторожностью, именно как раз учитывая целевую аудиторию, потому что не всегда она может это знать. Наталья, я чуть-чуть попозже отвечу про это. И последнее – это связано уже больше с такой научной визуализацией, когда в качестве карты может быть что угодно, да, какой-то может быть уже такой пространственный объект, ну, либо плоский объект. Здесь приведен пример активности мозга при разных типах сна. Ну, один, то, что у нас справа, это сон быстрый глаз, да, либо такой быстрый сон, а второй – это, соответственно, неон. И видно, что при различных там типах сна у нас активизированы различные, ну, различные зоны мозга. Ну, и опять же, здесь же повторю, да, что такие уже карты, уже которые, тем более, относится к научной визуализации, их тоже нужно уметь, как бы, читать, да, что помимо того, что другие люди создают визуализацию, у вас должна быть еще способность ее воспринимать. Наталья, относительно, как бы, методов визуализации, в данном случае я просто не ставил именно, как бы, это целью вебинаров, потому что я хотел рассказать больше про то, что стоит, про то, как выбирать эти методы, потому что самих ресурсов очень много. Из таких вот, которые простые, мне, допустим, нравится программа, которая называется Tableau. Но единственное, что бесплатная ее версия, она доступна только лишь в сети. В целом, простые типы визуализации вы можете делать и в Excel, и в Google таблицах. В данном случае здесь уже речи про это не идет, а вот такие более сложные, связанные такие с картами, это просто, ну, сам я лично, когда я их делаю, то, если такая, как бы, задача стоит, то просто я вбиваю в поисковик, да, там, создать карту, да, с какими-то там данными. И появляется довольно много веб-сервисов на разные типы. Вот такой сервис, чтобы было прям все, да, вот все вот эти методы визуализации, которые, возможно, такого нет. Частично это можно там делать, там, в языках, там, скриптовых, типа, там, R, ну, которые, допустим, используются для анализа данных. Но это уже тоже такой продвинутый уровень. Хорошо. Итак, мы с вами чуть-чуть поговорили про разные методы визуализации, как они связаны с целями. Видите, что методов много, и на самом деле это перечислено не все возможные. Но чтобы как-то ориентироваться с ними, я хочу просто погрузиться как раз в анатомию этих методов, а именно про то, что мы вообще смотрим, когда мы видим тот или иной, ту или иную визуализацию. Просто если мы хотим проанализировать визуализацию, первое, на что мы обращаем внимание, это визуальные перемены, с помощью чего передается наша визуальная информация. Сразу же прошу прощения за то, что здесь не все переведено с английского. Ну, первое, это здесь у нас оттенок серого, второе, это оттенок по цвету, третье, форма, шейп, потом положение, ориентация и размер. Ну, это всего лишь какие-то примеры. Есть другие, допустим, там угол, наклон. Один из списков, а, вот здесь текстура, плотность, объем, площадь. Из таких, которые были еще довольно классические, которые еще делал Бертин, это как раз известный картограф, который как раз и сделал такие основы для науки о визуализации информации. Но так как для него просто была непосредственно цель, почему какие-то карты у нас хорошо воспринимаются, какие-то не очень хорошо, он этот вопрос изучал. И как раз про то, что у нас есть, помимо визуальных переменных, появляются сейчас новые визуальные переменные. Допустим, про анимацию, там тоже есть несколько визуальных переменных. Ну, первое – это перемещение. Ну, то есть, как быстро у нас перемещается, например. Второе – это мерцание. Да, вот если у нас точки неподвижно, но у нас меняется именно как бы цвет там, либо яркость. И с мерцанием еще там именно как пульсация. Да, вот такая еще переменная, которая частоте этого мерцания соответствует, то как раз добавляются еще дополнительные визуальные переменные. Но данный слайд, он посвящен тому, что мы, у нас помимо того, что у нас есть сами визуальные переменные, которые могут использоваться для визуализации, у нас еще есть типы данных. Первый тип – это номинальный тип. Обычно как раз, ну, это, как бы, такие данные, для которых мы не можем никакие операции там складывать, умножать, не можем их сравнивать между собой. То есть, это просто какие-то категории. Ну, например, это название стран, либо это, например, пол из того, что было. Что еще там у нас такое было? Ну, в общем, это какие-то категории, да, ну, здесь они названы номинальные данные, ну, и это более-менее такое устоявшееся название в анализе данных. Следующий тип – это порядковые данные, когда мы можем сравнивать данные между собой. Ну, к примеру, уровень образования. Тут, конечно, вопрос там качества образования, но обычно все-таки, вот, особенно в таких вот больших исследованиях, там, которые на макроуровне, обычно мы говорим, что у нас есть шкала, там, международная шкала, там, для уровня образования, и там как раз этот пример порядка увеличенный. И есть еще также количественные переменные, но они тоже там делятся, там, шкала отношений и абсолютная шкала, но сейчас нам достаточно, для визуализации достаточно просто выделять отдельно количественные переменные. Например, возраст является количественной переменной, но если мы делим на группы, допустим, там, младенец, там, подросток, юноша, там, и так далее, то это уже получается порядковая переменная. И исследования вообще, вообще, вот, сама, как бы, научный подход для визуализации и исследования, они показывают для того, то, что различные визуальные переменные хороши для различных, ну, то есть, для каких-то типов данных хороши одни визуальные переменные, для каких-то другие. Но положение, первое, оно вообще хорошо всегда. Но, например, вот площадь, она у нас, видите, что у нас очень большая разница для между количественных переменных и, ну, категорийных, категориальных, так, ну, обычно все-таки качественные перемены называют, между номинальными и порядковыми переменными, да, что у нас есть большой, как бы, здесь вот разрыв, да, что, допустим, если вам нужно отобразить что-то в виде площади, да, допустим, вот размер вот этого, там, пузырька для пузырьковой диаграммы, то это, конечно же, у вас сама переменная должна быть количественной. И, наоборот, да, что формой shape вы очень плохо будете отображать количественные переменные, но это лучше для, как бы, категориальных. Но тоже видно, что вот текстура, допустим, здесь вот гораздо лучше. И давайте сейчас немножко потренируемся. У меня есть чуть-чуть еще времени, хотя уже не так много. Примеры диаграммы из исследований ПИЗа, которые, это международное исследование в области образования для того, чтобы сравнивать, там, грамотность людей 15 лет, да, по, там, математике, чтению и науке, да, science. Здесь есть пример диаграммы. Какие здесь используются для вот такой вот столбчатой диаграммы, какие здесь есть визуальные переменные. С помощью чего у нас отображаются значения? Ну, это набранный балл по математике. Длина, цвет. Число. Число. Нет, число не пойдет. Точнее, число здесь, если имеете в виду метку, это да. Но это уже дополнительно к визуализации, это уже там расстановка меток. А с помощью чего здесь отображается число? Кто-то уже сказал, что это одно, это вот длина. Да. Нет, иерархии здесь нет никакой. То есть одно это вот у нас длина. Да, оттенок есть вот здесь вот. Он просто дополнительный. Но это сортировка, это не иерархия. А как у нас здесь сами страны изображены? Нет, в данном случае. Да, не подписями, но они просто вот как раз за счет сортировки здесь еще, ну, можно сказать, что здесь у нас еще есть дополнительное положение по вертикальной оси. Да, потому что они сортированы в порядке там убывания. Но это на самом деле сортировка здесь уже... Но она на самом деле должна быть, она улучшает просто визуализацию, но в данном случае она немного вторична. в данном случае. То есть здесь у нас есть две основные переменные, да, без которой вообще никакая столбчатая диаграмма невозможна. Что первое – это положение по горизонтальной оси, здесь положение по х, что у нас вот любое здесь значение, да, у нас занимает какая-то, допустим, здесь может быть точка. И мы на самом деле могли бы это самое же все отобразить не обязательно в виде столбцов, мы могли бы отображать в виде каких-то точек. Что у нас одна координата этой точки соответствует значению, да, набранному, а вторая соответствует нашей стране. И дополнительно у нас есть, видите, что еще есть для среднего значения, у нас есть еще цвет. Хорошо. Следующий, второй вопрос. Каким типам данных соответствуют? Каким типам соответствуют значения, которые вот здесь вот говорят по горизонтально? Количество, да, у нас здесь число какое-то. Итак, мы выделили, что у нас здесь используются три перемены, причем две из них обязательные, да, а третья не обязательная. Итак, положение по горизонтали у нас соответствует количественным переменам. Положение по вертикали. Ну, это текст, это текст, а если мы говорим про тип, к какому типу он относится наш список стран. Да, номинальный. Хорошо. Отлично. И третье, это какие визуальные перемены можно добавить к нашей диаграмме. В данном случае уже одна добавлена, это цвет. Да, потому что мы для цвета, мы как бы указываем средний по там странам, по ICD. Например, мы цветом можем также указать какие-то категории стран, допустим, там, условно говоря, там Восток, Запад. И мы можем здесь увидеть, да, что у нас есть вот это вот, то, что в этих исследованиях называется азиатским чудом, да, что у нас вот лидирующие страны здесь у нас, они из страны Азии. Ну, помимо цвета, можно, допустим, использовать также текстуру, да, и в некоторых случаях это лучше, особенно если у вас там есть, ну, печатная продукция, которая может быть, ну, черно-белая, да, допустим, раздаточные материалы, либо у вас могут там появиться люди там с нарушениями зрения, да, ну, со спрятием, допустим, цвета, да, поэтому цвет не так рекомендуется использовать, как, допустим, текстуру. Хорошо. И еще немножко комментариев относительно этого типа визуализации. Смотрите, да, что первое, как вы правильно заметили, и это сделано действительно очень хорошо, это значение здесь отсортировано. И это такое общее правило для создания визуализации, это, что если у вас значения могут быть отсортированы, но это в том случае, если у вас нет порядка, да, как в случае стран, в случае стран, да, когда у нас номинальная, то это лучше сделать, потому что в этом случае здесь вы сразу же отвечаете очень быстро на вопрос, какое у вас максимальное значение, ну, и какое минимальное. Здесь диаграмма не полностью, но в данном случае минимальная внизу. То есть это сразу же, как бы вы быстро отвечаете на эти вопросы и следующее относительно среднего в данном случае для того чтобы обозначить выше среднего либо ниже среднего просто введена дополнительная категория да вот который у нас здесь тоже пурпурно иногда для таких диаграмм делают следующим образом до что они делают атаки вот вертикальные линии ну пунктирные и тоже таким же образом показывают быстро значение выше среднего и ниже среднего но если от этого за офицей просто несмотря на то что это довольно простая визуализации одной из самых таких простых да ее можно обогащать у нее всегда есть вот две визуальные перемены и всегда будет соответственно два типа данных которые им соответствуют что одна количественная 2 из категории и второе и 2 номинальная как вы сказали и второе что вы можете добавлять дополнительные визуальные перемены если вам нужно дополнительно обогатить вашу визуализацию но нужно делать это очень умеренно и дозированно но здесь уже должен быть какой-то экспертный опыт так как это сделать так ну и вот следующий пример это все равно с нашей диаграммой hard с покупками в магазинах когда у нас покупаются товары какие здесь и визуальные переменные используются форма цвет а можете уточнить относительно формы какой именно форму имеется ввиду кривые айкон иконки продуктов но здесь иконки продуктов уже как украшение до которые оживляют нашу визуализацию если вы взять наверное ну не любого но многих аналитиков данных то наверное они не будут вам рисовать иконку они скорее вот сделают без иконок это уже просто дополнительно на допустим для публикации текст размер нет здесь не используется текст размер здесь просто размер текста разное потому что название категории текста разное толщина линии до бинга толщина линии здесь используют интенсивность но она тут как дополнительно что вообще основной без чего не может быть такая диаграмма вот сама форма здесь не критично да потому что на самой более декоративная а вот то что есть связь то есть начало и конец на что у нас есть как бы по сути положение до как бы одного и второго здесь положение считается вот так вот проще всего и простите проще посчитать по углу что у нас есть одно положение и второе да в зависимости от того какой угол извините меня не получается вторую при линии сделал прямой но я думаю идея понятна что одно один угол и второй угол да за это положение поэтому у нас здесь положение то есть у нас используется здесь связь на самом это два положения вот это у нас обязательные здесь у нас визуально перемены вот и как вы уже сказали да что у нас есть толщина дополнительно да мы показываем более толстыми линиями интенсивность и чуть-чуть здесь еще может быть не так очевидно здесь еще используется то что у нас есть разные категории товаров они вот здесь вот разделены не не просто так да 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 вот как раз сегменты и это просто третье который здесь тоже дополняет и поэтому с точки зрения именно самую визуализации данных здесь у нас есть две обязательные перемены это положение начало и положение конца для нашей связи и есть дополнительные перемены связаны с толщиной связи и с категории там товара каждого иконки и прочее здесь уже это уже дополнительно уже то что на такой вот общий вот как раз анатомии да уже просто что-то как такая вот как оболочка сверху добавляется и здесь вот как бы формы кривых тоже она тоже дополнительные используется хорошо ну про типа да давайте сейчас уже не будем потому что не так много времени осталось и последнее это про оценку визуализации когда вы оценили визуализацию как вы можете оценить хорошая она или плохая да юля очень хорошо что вы написали про эффективность восприятия про заказчика и потребителя дать посмотреть другу это наверное самый такой простой и действенный способ читабельность нет читабельность не подойдет потому что давайте мы как-то конкретизируем как студенты справляется задачами распечатать и посмотреть не сливается ли ну да это тоже один из способов но это уже такой же внешне для использования информативность интуитивно понятность другому лицу да мы говорим про информативность да чтобы это то что дает другому какие-то там озарение информацию но давайте раскрывать читабельность интуитивно как-то даже наверное и понятность Наталья понятно или нет вы сейчас про себя говорите как автора визуализации или про какого-то другого человека если это другой человек то это кто вот целиться . А вы 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 Хорошо, давайте я немножко уже сейчас чуть-чуть потороплюсь, потому что время уже ограничено, я уже немножко даже задерживаю. Что есть несколько подходов, они разные и по трудозатратам, в том числе и вашим, и по эффективности, и по достижению цели, но какой-то из этих подходов все-таки лучше использовать. Первое, это такая группа, это связано с опросами, обратной связи. Первое, это от заказчика, если он есть, но если вы сам заказчик, вам это, конечно, не поможет этот способ. Второе, это от пользователей, ну и тут, допустим, пример дать посмотреть другу, чтобы он дал обратную связь, тоже может быть вариантом, потому что сразу же можно, особенно если вы дадите нескольким друзьям, что какие-то очень грубые ошибки, сразу же они будут видны. Ну, различие здесь между опросами и обратной связью здесь, наверное, просто в том, что насколько оно структурировано, да, что обычно просто под обратной связью в данном случае это что-то такое не структурированное в данном случае поднимается. Следующая группа, это связанная с решением когнитивных задач, это такой вот как раз более академический способ, и как раз все то, что связано с развитием науки об этом, он как раз использует больше именно этот способ. Допустим, что дается там визуализация и задается какой-то вопрос, да, допустим, ну, какая там страна там была, то есть вспомните там визуализацию для ПИЗа, какая страна там получила там третье место по баллам. И вы можете сравнить случаи, когда у вас отсортированы категории или не отсортированы. В этом случае также, ну, будет видно по тому, как быстро отвечают на такой вопрос, как много ошибок делают, да, что как раз вот в этом случае и появляется вот эта рекомендация, почему категорию нужно сортировать, точнее, простите, значение нужно сортировать. И третий способ, он такой более, ну, наверное, такой продуктовый в том плане того, что обычно, допустим, на сайтах, когда смотрят, что используется АБ-тестирование, ну, для этого нужно как бы две визуализации, либо способ там с визуализацией без нее. И тогда, как бы, в этом случае, допустим, посетителей делят на две там, либо более групп, в зависимости от того, сколько у вас есть вариантов визуализации. И замеряется, допустим, время чтения, время, как быстро там собирается информация, там, может быть, какие-то там клики, переходы, в общем, какие-то еще дополнительные метрики, которые есть. Но для своей работы обычно, ну, самый быстрый способ это вот из первой группы, ну, а если нужно какие-то академические исследования, то это, конечно же, второй способ, да, который, по сути, очень близок, ну, к какому-то даже эксперименту, точнее, к вазе-эксперименту. Ну, и небольшое резюме в заключении вебинара. Несколько важных мысль, да, что первое, визуализация – это некрасивая картинка, это что-то, что должно решать когнитивную задачу, ну, либо, и поэтому вы должны сначала всегда поставить цель. Хотя бы определиться именно в какой группе, в каком типе цели вы действуете, потому что от этого уже будет зависеть метод. Самих методов очень много, иногда их можно заменять между собой, но не всегда, потому что, ну, разные методы все же соответствуют разным целям. А вот внутри, да, вот этой группы их можно заменять, в зависимости от того, когда вы добавляете, допустим, какие-то новые переменные, может быть, вам используют что-то дополнительно для того, ну, другой метод для того, чтобы отобразить ту же самую информацию. Да, следующая мысль – это что для разных типов данных разные визуальные переменные. Но вообще визуальные переменные – это такой ключик, который раскрывает вот это вот то, что интуитивно мы выбираем, потому что, на самом деле, за счет экспертизы, за счет опыта, понимая, что что-то работает лучше, мы уже лучше выбираем визуальные переменные под разные типы данных, и мы, допустим, не будем количественные переменные представлять в виде формы, в виде пиктограммы. Мы выберем какой-то, допустим, размер, либо положение. Ну и саму визуацию можно оценивать разными способами. Здесь, конечно же, вопрос, с одной стороны, такой прагматичный, насколько вам быстро это нужно, либо вам, наоборот, нужно написать академическую статью, что действительно вам предлагаемый способ лучше. Но оценивать стоит. Не стесняйтесь запрашивать обратную связь, особенно если вы только начинаете экспериментировать. У меня на сегодня все. Я вижу, что сейчас есть несколько комментариев и вопросов в чате. Вы можете со мной связаться по электронной почте. Запись, насколько вам уже сказали, и, насколько я знаю, она будет размещена на YouTube в канале. Презентацию можно скачать. Со мной можно дружить на Facebook. И не стесняйтесь, добавляйтесь, напишите, что вы были на этом вебинаре, чтобы я знал, почему вы захотели меня добавить в друзья. И сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Очень важно выбирать валидные методы получения данных, а потом уже визуализировать их, иначе это «да». Я эту часть немножко пропустил, потому что я хотел сфокусироваться на связи между целями визуализации и методами визуализации. То, что здесь подчеркнуто. Но в том, что... Во-первых, когда мы собираем данные, у нас не всегда есть полные... У нас не всегда есть качественные данные, и их тогда нужно делать либо более качественно, либо искать эти более качественные данные. У нас не всегда есть полные данные для того, чтобы они соответствовали цели. И тогда вы либо меняете цель, либо находите какие-то другие способы для получения данных. Я немного умышленно здесь пропустил этапы 2 и 3, как раз которые связаны именно на непосредственно работе с данными, потому что иначе я бы и во времени не уложился, и так уже немного задержал. И, во-вторых, я все-таки немножко бы от темы бы спился. Как лучше посоветовать искать новые методы визуализации? Бывает, что только через год находишь работающий вариант. Может быть, есть рекомендации по предварительному ресерчу. Дмитрий, я честно скажу, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Но, пожалуйста, напишите мне его на почту. Может быть, у меня просто придет ответ после вебинара. Я немножко отрефлексирую, как я это делаю. Для меня, конечно, так как я все-таки занят сферой образования, для меня очень важными являются отчетами как раз в этой области. Допустим, то, что я рассказал про исследования ПИЗы, которые раз в три года они публикуют отчет. Есть также еще отчеты различных трендов в образовательных технологиях. И вот как-то там получается, я смотрю, как они используют разные методы визуализации, и там действительно очень богатые в плане используемых визуальных переменных способы. Но это, наверное, единственное, что я сразу могу посоветовать. Пожалуйста, напишите мне, я потом... Сейчас перейду на последний слайд. Так. Да, спасибо большое за участие в вебинаре. Я прям очень рад был поделиться какими-то базовыми вещами, так иногда мне немного стеснительно это делать, но я рад, если это оказалось полезным. Спасибо за вебинар. Будем решать, что все равно визуализация. Пожалуйста. Спасибо, что пришли. Да, Юлия, я просто действительно работаю аналитиком данных в набравочной платформе Stepik, и мне получается, что я интегрирую и математику, аналитику и связанные вещи с образованием. Если какие-либо сервисы, которые вы используете чаще всего, порекомендуйте. Я уже говорил про программу Tableau, там мы говорили, что она бесплатная всего один месяц, но там у них был раньше такой вариант, который вы делаете в визуализации, размещаете ее онлайн. И вроде это было бесплатно, хотя сейчас я не знаю. У меня просто есть небольшая проблема здесь, так как я уже такой более продвинутый пользователь. Я использую скриптовые языки, но тоже напишите мне, я просто сделаю подборку соответствующую, тогда вышлю вам. Очень полезен обмен между представителями различных специальностей. Да, это действительно так, но я думаю, что такие вот серии вебинаров, которые делаются, в том числе и эта серия, она действительно просто приглашает представителей различных специальностей, различных групп. И это действительно считаю полезным. Будет ли продолжение? Галина, если мы говорим про визуализацию, то я продолжение не планировал, потому что я хотел как раз показать связь между целями и методами. И надеюсь, мне это удалось. Но если у вас есть какие-то пожелания, то напишите их в чат, я думаю, что организаторы их постараются учесть. Вы где-то учились этим или самостоятельно? Ну, если говорить про визуализацию, то это, наверное, больше самостоятельно. Ну, я действительно очень много, что там прочитал. А, скрипты? Ну, про скриптовые языки, да, я учился, причем на стейпике. Ну, я изучал там Python и R. У нас есть просто бесплатные курсы на платформе, и вы можете просто с помощью них изучить тот и нулей язык. Хотя вот не помню, есть ли там курс непосредственно про визуализацию. Но если есть какая-то база, то там обычно просто это уже сводится к описанию библиотеки. Пожалуйста, если я пропустил чей-то вопрос в чате, то напишите его повторно, потому что я мог действительно пропустить во время вебинара, либо еще и позже. Ваше отношение к блокчейну в вашей сфере деятельности? Смутно. Я не являюсь ранним последователем в данном случае, поэтому я пока еще такой... Я хочу просто понять именно примеры использования именно для образования. Хотя недавно была статья про MIT, они как раз делали там порядка 100 дипломов первых именно в виде, ну, в виде этой технологии блокчейна. Но это пока такой вот пилотный эксперимент. Это я не скажу, это нужно вспоминать статью. Юлия, я скинул ссылку на статью. В чат. Ну, я не уверен, что в той статье есть ответ на ваш вопрос. Ну, по крайней мере, начало уже есть для этого. Да, про вектор я согласен, что он действительно важен. Продолжение следует... Спасибо вам за участие. Очень активное обсуждение. Ну, Максим и сам разогрел аудиторию вопросами, конечно. Вот, ну, замечательно, что было такое активное обсуждение. Это здорово на любом вебинаре. Ну что ж, коллеги, всем спасибо. Я забыл в самом начале привести анонсы двух следующих наших вебинаров. Вот делаю это сейчас. Следующий вебинар будет завтра. Это вебинар Юрия Николаевича Белоножкина по робопедагогике. Он продолжает эту тему. И в пятницу будет вебинар по нашему продукту, продукту компании Директ Медиа, который называется Библиошкола. Записывайтесь, регистрируйтесь, кому интересно, приходите. Да, ну и вижу, что Максим тут привел ссылку на Степик. Это замечательный проект сам по себе. И о нем мы будем дополнительно разговаривать. К нам придут специальные люди и о нем расскажут. Наталья Феохванова придет и расскажет нам о Степике. Три вебинара целых будет у нас. Спасибо большое. Встреч на наших вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.